Бессрочную забастовку объявил главный медицинский вуз страны, университет Богомольца. Почему студенты и сотрудники требуют отставки Ульяны Супрун? Подробнее в материале. Закрытые ворота и цепи с замками на дверях. В Национальном медуниверситете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Здесь требуют немедленно восстановить должность директора университета, а исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун отправить в отставку. Супрун обвиняют в попытке навязать руководству вуза заключение договоров на оплату тестирования студентов в обход тендеров. А после отказа ректора Минздрав якобы и вовсе забраковал документы, без которых проводить экзамены нельзя. В результате один из главных экзаменов для студентов-стоматологов, который должен был состояться 20 февраля, отменили. Университет находится в правовом поле. Он не имеет права сплачивать за то, чего нет в кошторисе. На сегодняшнее число с Министерства охраны здоровья мы не отримали этого документа, то есть изменения к кошторису. И считаем, что это абсолютно бездействие, как и министра охраны здоровья, пани Ульяны, так и заступника министра Олександра Линчевского. Но вот в Министерстве здравоохранения обвинения в коррупции отвергли. Ульяна Супрун в срыве тестирования на оборот винит ректора Екатерину Амосову. В контракте ректора есть обязательство, чтобы она обеспечила учебный процесс. И в нас, как те, которые вроде работодавцы, которые подписали контракт с ней, мы имеем право, чтобы ее одновременно отторонять от работы. Мы также обратимся к университету, чтобы они отновили учебный процесс. А временно исполнять обязанности ректора назначили завкафедрой хирургии Михаила Захараша. Однако студенты не пустили его на работу. Тут заявляют, что будут бастовать бессрочно. Однако это решение поддержали не все учащиеся. Наш страйк будет длиться до тех пор, пока не восстановится в должности наш ректора МОСова Екатерина Николаевна. Когда студенты-стоматологи будут иметь четкую информацию о том, когда будет у них крок один стоматология. Когда Министерство здравоохранения хотя бы извиниться. Мы пришли и увидели наступное. Это были железные ланцюги, железные колодки на дверях, написы про то, что оголошено страйк. Страйк против чего? Я не считаю, что это доценно, поскольку отсторонение ректора было тем временем. И если бы комиссия не выявила никаких правопорушений, ректор бы снова повернулся до своих обязанностей. Студенты это также понимают. Страйк был оголошен незаконно. Ясность в конфликт могут нести Верховной Раде. Там призвали немедленно создать комиссию для того, чтобы выяснить, кто же виноват в срыве экзаменов. По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, в нее войдут нардепы и общественные деятели, не имеющие отношения ни к медицинскому университету, ни к министерству. Алексей Пшимыский, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер.